Добрый вечер! Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы по Ира. Главная его тема, как известно, – Макот Митсраим, казни и удары по Египту. Тема сейчас очень актуальная, поскольку всего несколько дней отделяют нас от Песоха. Так что будем внимательно смотреть, что же Тора говорит о десяти казнях египетских. Десяти от десяти, но тема сегодняшнего урока уже не все десять, поскольку часть мы уже прошли на предыдущем уроке. Остановились мы на цфарде – лягушки или, как переводят их в некоторых других переводах, жабы. И сказал Бог Муше, это восьмая глава, самое начало восьмой главы, И сказал Бог Муше, скажи Арону, протяни руку с посохом твоим над реками, над каналами, над прудами, и подними лягушек на землю Египта. И простер Арону свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка и покрыла Египет. Но и волхвы сделали то же самое своими чарами и навели лягушек на Египет. Начало этого отрывка, вот эти самые стихи мы уже объясняли на прошлом уроке. Возвращаться к этому не будем. Тогда Фараон позвал Муше и Арону и сказал, умолите Бога, чтобы он убрал лягушек от меня и от моего народа, и я отпущу народ, чтобы они могли принести жертву Богу. Тогда Муше и Арону ответил Фараону, ну, попробуй возвеличься надо мной. О каком времени мне молиться за тебя и за твоих рабов, и за твой народ, чтобы истребить лягушек у тебя и в твоих домах? То есть молиться Муше готов прямо сегодня. Может быть, не сразу же, не на месте, но в общем без задержки. Но он спрашивает, на какое время, когда ты назначаешь время, что ты хочешь, чтобы лягушки ушли. То есть хочет добавить здесь ещё дополнительный эффект к тому эффекту, который лягушки уже произвели на фараона и на египтян. Он хочет добавить ещё эффект того, что они уйдут в точно указанный час. Фараон принимает этот вызов, понимает, что ему бросили перчатку. Ну, вызов он этот принимает и говорит, хорошо, на завтра. Казалось бы, если фараон позвал Муше и Арона, и готов отказаться сейчас от всех своих слов, и готов выпустить евреев тут же моментально, пожалуйста, всё, что вы хотите. Это значит, что лягушки его допекли очень серьёзно. Действительно, как говорят мудрецы, это было невыносимое совершенно испытание для фараона. То есть это ударило по его гордости, по его отношению к самому себе, по его эго, просто ужасно. И вместе с тем он говорит на завтра, он готов терпеть ещё один день. Почему? Ну, ответ он совсем простой. Фараон рассчитал, что если Муше с готовностью явился к нему сегодня и готов сразу же откликнуться на его просьбу, молиться и спросить, чтобы лягушки ушли, скорее всего это потому, что Муше, который знал и сумел предсказать нашествие лягушек, скорее всего он понимает, что это нашествие кончится в ближайшее время. Поэтому он сейчас приходит и говорит, хорошо, я согласен. И он на самом деле, не он навёл лягушек и не он их уберёт, это вещь, которая происходит по каким-то причинам, независимым от него. А Муше только ломает комедию, только пытается представить, как будто бы это он на самом деле всё это делает. И если так, то имеет смысл попытаться вывести его на чистую воду. Поэтому Фараон говорит, нет, ну сегодня не надо, сегодня мы с лягушками ещё кое-как уживёмся, завтра, до завтрашнего дня. Расчёт его прост, лягушки они все либо уйдут, либо сейчас подохнут сегодня же. В тот момент, когда с Муше был договор о том, что они уйдут только завтра, и тогда всем будет ясно, что Муше попросту мошенник и шарлатан. И он ответил, пусть будет по твоему слову, Муше готов, пожалуйста, на завтра, так на завтра, чтобы ты узнал, что нет подобного Господа Бога нашему. Хочешь действительно узнать, хочешь проверить меня, что я не мошенник, пожалуйста, подождём-то завтра. Лягушки уйдут от тебя и из твоих домов, и от твоих слуг, и от твоего народа только в реке они останутся. И вышли Муше с Аароном от фараона, и Муше возопил Богу о лягушках, которых он навёл на фараона. И сделал Бог по слову Муше, и лягушки вымерли в домах, во дворах и в полях. И сделал Бог… И их собирали кучами, и земля восмердела, но когда фараон увидел, что полегчало, он снова отягчил своё сердце и не послушался их, как и предсказывал Бог. Вот это вот самое поведение повторяется раз за разом. Когда очередной удар поражает Египет, фараон сдаётся, готов, под давлением он обещает выпустить евреев, но только, конечно, с условием, чтобы этот удар прекратился, чтобы всё кончилось. Но как только это всё кончается, как только Муше убирает очередной удар, как только очередная казнь египетская заканчивается, фараон тут же возвращается к этому, говорит, нет, 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 ни в коем случае, не о чём говорить даже. Почему? Ведь сейчас мы находимся в пяти первых ударах, пять первых казней мы знаем, Всевышний ещё не вмешивался в ход событий, он ещё не отягчил сердце фараона. Фараон ещё пока обладает, по всем, по всем абсолютно комментариям, полной совершенно свободой выбора. Почему он так себя ведёт? Почему же он сначала обещает выпустить народ, и тут же, моментально, как только заканчивается очередной удар, он отказывается от своих слов? В чём дело? Разве он не знает, что будет с последствиями? А может быть, он врёт? То есть, когда он говорит, хорошо, хорошо, я готов отпустить, может быть, он просто врёт, может быть, это игра его. Он хочет только, чтобы этот удар закончился, но как только вся беда закончится, он тут же и скажет то, что на самом деле думает. Может быть, так? Нет, безусловно, не так. Может, Тор ведь подчёркивает. Но когда фараон увидел, что полегчало, он снова отягчил своё сердце. То есть, есть здесь изменения. Иными словами, когда он говорил, хорошо, я вас отпущу, он действительно думал их отпустить? И только после этого, когда увидел, что полегчало, снова отягчил своё сердце и не послушался. Тогда почему? Как понять вот такое вот поведение? Написано в книгах мазливных от имени Аризаль, что фараон – это символ Ейцарара. То есть, если мы переведём весь этот вопрос и рассмотрим его не как столкновение конкретных людей и личностей, а посмотрим это в другом плане, как столкновение различных сил в личности человека. А одно другому на самом деле не противоречит, потому что то, что происходит в мире, как известно, это человек – это мир в миниатюре. Или точнее и более правильно сказать, что мир – это один большой человек. Так что всё, что происходит в мире в целом столкновения и коллизии в мире, они только отражают происходящее в душе человека. Так вот, в душе человека мы знаем и самые разные силы. Есть Ейцарара, есть Ейцаратов, есть разум, есть эмоции, есть желания, есть воля, есть влечение. Так вот, то, что представляет поведение, которое мы видим здесь, фараона – это типичнейшее поведение Ейцарара. Что такое Ейцарара? Вопрос трудный, сложный дать это определение. Но, по крайней мере, очевидно, что во многом, во многом, во многом Ейцарара проявляется в наших совершенно животных рефлексах, инстинктах. То есть, когда человек, скажем, сидит за столом, за которым должны сидеть шесть человек и подали какой-то десерт, и съев свой кусок, человек чувствует, что ему хочется ещё один, и его тянет к этому, он чувствует влечение к этому куску, здесь работает Ейцарара. То есть, это не какая-то такая сатанинская сила, не чёрт с рогами, а это простое элементарное влечение физиологического человека, такое же, которое испытывает и животное. Любая собака в такой ситуации почувствовала бы то же самое, что её влечёт к этому самому куску. Над Ейцарим есть разум человека. В данном случае, когда сидит человек за столом, после того, как он съел свой кусок десерта, то он разумом понимает, что после того, как съел свой кусочек, хватит, всё, больше не надо. Есть тысяча и одна причина, по которой не нужно протягивать руку за вторым куском. Во-первых, лишний вес ни к чему, во-вторых, не все ещё поели, в-третьих, вообще неприлично, и тысяча и одна причина. Вот и у человека есть та самая борьба. Ейцар против. Ейцар, поскольку он проявляется именно в действиях рефлекторных, импульсивных, инстинктивных, то он всегда действует в ответ на сиюминутное раздражение. Сейчас положили на стол лакомый кусочек, и человеку хочется его сейчас. Но люди говорят «кан веакшав», «хочу сейчас». Но если тот же человек задаст себе вопрос, погоди, погоди, зачем? Сейчас ты съешь ещё лишний кусок, а тебе это нужно? Ведь в конечном итоге, хотя бы в самой простой причине, вес лишний тебе нужно для того, чтобы подумать о том, что это лишний вес, или подумать о том, что, может быть, я на самом деле беру кусок, который мне не принадлежит, кусок, который рассчитан на другого гостя, и тем самым я его обираю, и тем самым это немножко похоже на воровство. Это всё, а за воровство когда-то придётся отвечать, за это наказывают, но это потом. Ейцар не в состоянии смотреть на потом, точно так же, как и любое животное не в состоянии, точно так же, как и малолетний ребёнок. Малолетний ребёнок, который видит сейчас конфету, или он видит сейчас пирожное «хочу», оставь на потом, оставь на потом. Завтра, у тебя завтра не будет, съел сейчас один кусочек, завтра получишь другой, завтра. Хочу сейчас. В этом вся сила инстинкта – это реагирование на раздражитель, автоматическое, встроенное реагирование на раздражитель, который действует на человека сейчас. И ответ, и действие оно сиюминутное – сейчас. Так действует фрау. В тот момент, когда на него давят, инстинктивно, всего откажутся, хорошо, я согласен, я вас отпущу, пойдите, пойдёте на три дня пути, ходите на четыре, можете Богу молиться, можете что угодно делать, только уберите эту гадость от меня, только чтобы она не квакала здесь. Как только становится спокойно, как только уже больше никто не квакает, как только никаких неприятностей больше нет, тут же моментально, опять же, совершенно инстинктивно, как же так, никуда вы не пойдёте, нет, я ничего не говорю, я беру свои слова назад, никуда вы не пойдёте. Но ведь через неделю, ты же знаешь уже, что было раньше, и будет, будет же ещё один удар, будет ещё одна казнь. Сейчас хорошо, сейчас вольготно, сейчас ничего не мешает, нет, не пущу, чёрта два вы пойдёте куда-нибудь, а когда надавят на него, конечно, конечно, уходите, уходите, я вас согласен, так действует. И это действует раз за разом, раз за разом, вот пока мы не приходим сюда к истории с лягушками, почему они так подробно останавливаются, здесь совершенно по-другому. Если мы говорим, что фараон действует совершенно инстинктивно, кстати, здесь я на секундочку возвращаюсь снова к словам Аризаль, Аризаль говорит, что фараон – это буквы Ореф, Ореф означает затылок, почему, он же Ейцерара, и он же буквы Айн, Рэш, Пэй, Ореф, почему так, какая связь? Да потому что вся система рефлексов и инстинктов, она сосредотачивается именно в затылочных долях мозга, в отличие от лобных долей мозга, где находятся уже центры, которые регулируют сознание человека, его мышление, его разум. Разум – это совершенно другое. Разум в состоянии посмотреть на завтра и отказать себе в чём-то сегодня, в том, что мне хочется сию секунду, исходя из того, что нужно подумать о том, что из этого будет завтра. Сейчас хорошо, сейчас вкусно, сейчас приятно, а завтра чем-то кончится? Зачем это надо? Это уже разум. А инстинктивное всё, оно вот здесь. Поэтому и упрямого человека называют кшей Ореф. У него тяжёлый, у него твёрдый затылок. Там у него находится всё. Упрямый человек сейчас ему не хочется, упрямый он. Ведь ты же знаешь, чем всё это кончится. А всё равно не хочу, не готов. Упрямый, и фараон упрямый, невероятно упрямый. И вот при всём этом упрямстве и при всём этом совершенно вот таком вот импульсивном, инстинктивном поведении, здесь, когда лягушки его донимают, и он уже начинает сдаваться и говорит, «Хорошо, я вас отпущу, только уберите у меня эту гадость, чтобы она не квакала здесь у меня». Когда муж и спрашивает его, «На когда тебе назначить время, чтобы лягушке ухлён говорить?» «На завтра». Это значит, ещё целый день он готов, он готов отложить на потом, он готов терпеть всю эту мерзость. А как же мы сказали, что он действует всегда рефлекторно, то есть под влиянием сиюминутного раздражителя. А на самом деле это не так уж трудно понять, что здесь происходит. Дело в том, что у человека есть разные влечения и разные цари. Есть более низкие, есть более сильные, более глубокие влечения человека, которые подавляют менее сильные. Здесь попросту то, что получилось, это не то, что у него вдруг разум включился. Нет, здесь включился совершенно другой яйцо. Какой? Гордость. Гордость в миллион раз сильнее, чем все другие влечения. Чем многие другие. Все сказали, верно, но многие другие. Человек, которому вузмерт, как хочется, сейчас что-нибудь съесть или попить. И если он будет знать, что если он сейчас это возьмёт поесть, то он испытает боль страшную. Тут же испытает. Это его остановится. Конечно. Помню, как у меня был товарищ, который дрессировал свою собаку, у него очень красивая, породистая собака, доберман, и он её дрессировал так, что он предложил её сесть рядом со столом. Так она садилась, и нос у неё почти касался угла стола, а на угол стола он клал кусочек такого ароматного-ароматного мяса или колбасы. И вот нужно было видеть, как ноздри у добермана раздуваются просто. Он чувствует этот аромат. Глаза у него такие, что вот-вот просто слёзы из них потекут, но трогать он не трогал. А почему? Ведь это же на самом деле так вкусно. И собаку тянет. Понятно, что собака не разумом она здесь останавливает себя, останавливает просто страхом перед побоями. Так её, таким образом её и дрессировали. Если она протягивала лапу к запретному кусочку, то она получала побои. Поэтому это нам очевидно, что такие простые, примитивные влечения, как еда, сладострасти и так далее, там, где человек сталкивается с болью, боль останавливает. Человек не готов страдать ради того, чтобы поесть. Он не готов страдать ради того, чтобы поспать. Но человек готов страдать для того, чтобы не уронить себя в глазах других за свою гордость, за своё эго, за свой гонор. Человек готов страдать. И ещё, до жизни люди отдают не только что страдание. И жизни люди отдают за гордость. А тем более здесь. Это не просто гордость. Это национальная гордость. Фараон не воспринимает себя как частного человека. Уж не просто так, частный человек. Тут она хамон номер какой-нибудь 13, 15, 16. Он отец Египта, он повелитель Египта, крупнейшей и величайшей страны в мире и самой высокомерной, и самой гордой страны. Он будет сейчас подчиняться какому-то пастуху, какому-то чё-то знает кому. Нет. И поэтому он готов страдать, он готов терпеть это омерзительное кваканье и то, что лягушки вспрыгивают на него самого, на его тело, и то, что они во всём, всюду и везде, и в его постели. И он готов это терпеть ради национальной гордости. Но это тоже инстинкт. Это тот же самый рефлекс. И действует он просто так, что он сильнее всего остального. Поэтому фараон готов найти поединок. Ну и что же получается в конце? И вышли Муше с Аароном от фараона, и Муше возобил Богу о лягушках, которых он навёл на фараона. Возобил. Сильно очень слово возобил. А Аарон Вирж объясняет так, что ведь здесь имело место первое независимое действие Муше. Он не получил никаких инструкций по поводу того, как отвечать на просьбы фараона в данный момент. Как с ним иметь дело вот в таком случае. И это он сделал на свой страх и риск. Поэтому ему сейчас нужно, чтобы Всевышний, безусловно, сделал точно так, как он и обещал. Он обещал фараону, что до завтра. Значит, нужно, чтобы до завтра лягушки продержались. А завтра в точно назначенное время, чтобы они все исчезли. Иначе дело будет плохо. Поэтому он и возобил. Возобил, чтобы Всевышний исполнил его слово. Едем дальше. Следующий удар. «И сказал Бог Муше, скажи Аарону, протяни свой посох и ударь по земному праху». И он превратится в вошь по всему Египту. Третий удар – вши. «И сделали они так. Аарон просер свою руку с посохом и ударил по земному праху. И он стал вшами на людях и на скоте. Вся земля стала вшами по всему Египту. И сделали так же волхвы своими чарами, чтобы вывести вши, но не смогли». То есть, они повторили все те действия, и ничего не получилось. «И были вши на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст божий. Но укрепилось сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь». То есть, здесь он уже не слушает и своих волхвов, своих чародеев. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что здесь Моше не является к фараону предварительно и не предупреждает его о том, что будет этот удар. То есть, этот удар приходит без предупреждения. Два были с предупреждением. И первый – кровь, и второй – лягушки. А третий – вошь приходит без предупреждения. Первый. Второе. Если до сих пор колдуны Египта вполне удачно соперничали с Моше и Аронов, то вот здесь они сдаются. Почему именно здесь? Почему до сих пор все, что до сих пор им удавалось, а вот с вошью не пошло? Раньше прибавляет здесь еще один вопрос. Почему, это сказано по поводу вши, скажи Арону, протяни свой косок и ударь по земному праху? Почему бы Моше не сделал того самого? Почему нужно именно, чтобы Арон ударял по земному праху? Отвечает на это Раши. Негоже было Моше наносить удар по земному праху, ведь земля защитила его, когда он убил египтянина и схоронил в песке. То есть, для того, чтобы быть, не проявить одной из отвратительных черт, неблагодарность, для этого Моше не ударяет по земле, превращая ее в вошь. Это пусть делает Арону. Поэтому удар по земле был нанесен Арону. Дальше Раши объясняет, почему египетские волхвы не сумели сделать вошь. Потому что демоны не властны над существами размерами меньше ячменного зерна. То есть, хотели они произвести эту вошь? Да, хотели. Но поскольку технологии, при помощи которых они работают, это шидим, то есть, демоны, при помощи заклинаний демонов или еще что-нибудь в этом роде, то вот здесь до сих пор это все проходило, но вот здесь проблема. То есть, на такие мелкие, на нанотехнологии, как сегодня бы сказали, эти демоны шидим не способны. Меньше, такое мелкое существо, как вошь, меньше, чем ничменное зерно, ничменное зерно – это символ чего-то очень маленького, который был в Древнем мире, на это они не способны. Так пишет Раши. Харамбан объясняет, даже самый стих пишет так. «Сделали также волхвы своими чарами, они ударили посохом по земле». То есть, как мы объяснили раньше, прежде всего они полностью имитировали все то, что делал Муше и Арон. Арон ударил посохом по земле, потому что они принесли свои посохи и тоже ударили по земле. А затем произнесли заклинания, те самые формулы, которые обычно использовались для заклинания демонов, шидим. Призывающие демонов и проделали все магические действия, необходимые для того, чтобы произвести в шее. То есть, действовали строго по инструкции. Были у них свои инструкции, свои книги по чародейству, волшебству. До сих пор срабатывало, но вот на этот раз они не смогли, не получилось, не потянуло. Возможно, из слов «сделали то же», следует, что они правильно проделали все известные манипуляции. То есть, еще раз, это не то, что они… По-разному можно понять. Первый вариант – понять, что они проделали ровно то же, что мужей Арон делал. Не потому, что они знали, что таким образом производят вшей на свет, а потому, что они увидели, что делает мужей Арон, и как обезьяны повторили. Получится из этого? Могло получиться? Не получилось. Второй вариант – нет. Это не то, что они просто по обезьяне копировали то, что делали мужей Арон. Нет. Они действовали по своей инструкции. В каком-нибудь там молоте, ведьме или еще в какой-то такой древней книге по чародейству и волшебству. Было написано, каким образом производят на свет вшей, и они так и сделали. Проделали все известные манипуляции, с помощью которых получают вшей. И лишь на этот раз у них ничего не получилось, не вышло. И это им было странно. Хотя опытные жрецы знали, что они в состоянии это сделать. То есть, если бы его спросить действительно, откровенно, можешь сделать вошку? Это будет трудно, но за соответствующую плату вполне можем. И они уже не раз совершали подобные магические эффекты, но вот на этот раз это не пошло. То есть, тут они поняли, что они имеют дело с какой-то силой, которая мешает им проявить свои способности и свои познания. И тогда сказали волхвы фараону, это перст Божий. Следует здесь признание. Эту строку, амбан немножко спорит здесь в своем комментарии с тем, как комментирует Ибнезра, и утверждает, что эту строку нужно понимать. Аль-Пипшат самым простейшим образом следующему. Когда волхвы убедились, что не могут произвести вшей, то они признали, что на этот раз знамение, совершенное Иороном, это уже от Бога. Это перст Божий. До сих пор первые два раза, поскольку им удавалось повторить все те фокусы, которые продерживал Иорон, и у них получался тот же результат, значит, доказательств нет, значит, все это можно делать при помощи чародейства и волшебства, а вот здесь уже нет. И поэтому с тех пор фараон уже не призывал их к себе. То есть, дуэль Мошея-Арона с египетскими колдунами на этом закончилась после третьего раза. Больше нет смысла их призывать. При всем при том терпеть поражение очень неприятно и очень не хочется. Поэтому они попытались преуменьшить значение этого знамения. Поэтому они сказали не рука Божья, можно было бы сказать, это уже рука Божья. Нет, это не рука, это только перст Божий, палец. То есть, сравнительно небольшая кара. Не такая уже эта катастрофа. Это, конечно, от Бога. Здесь же мы ничего можем о нем сказать, но это помелочи. А уж по поводу наказания в Шаме наши наставники говорили, хазаль-мудрецы говорили, что демоны не властвуют над существами меньшими, чем чечевицы. Интересно, что в версии Рамбана это не ячменное зерно, а он приводит здесь медраж, и в медраше вместо ячменного зерна чечевица. И волхвы не смогли даже просто собрать множество вшей из всего мира. Здесь дополнительный вопрос Рамбан поднимает. Хорошо, создать вы не можете. Согласен, трудно создавать. Ну, а сделать какие-нибудь при помощи Чарльз, сделать так, чтобы их собрать всех вместе, чтобы вошь из Саудовской Аравии, из Ливии, из Эфиопии и так далее, чтобы они собрались в Египет. Это тоже нельзя было сделать. Нет, не получилось. Ничего не шло. И ещё сказано у медраше, когда волхвы убедились, что не могут произвести вшей, то они сразу поняли, что эти казни были не магическими трюками с заклинанием демонов, как они думали раньше о наказании от Бога. После этого они уже не пытались противостоять Муше и повторять его чудеса. Не только фараон их не звал, но и сами они уже больше не пытаются дуэль на этом закончился их полным поражением. Вернёмся снова к тексту. Восьмая глава, шестнадцатый стих. И сказал Бог Муше, встань рано утром, предстань перед фараоном, когда он выйдет к воде и скажи ему. Так сказал Бог, отпусти мой народ, чтобы они служили мне. Ибо если ты не отпустишь мой народ, то я нашлю на тебя и на твоих рабов, и на твой народ, и в твои дома скопища диких зверей. И дома египтян наполнятся дикими зверями, и даже земля, на которой они стоят. И отлечу в тот день землю Гошенна, на которой пребывает мой народ, чтобы не было там диких зверей, чтобы ты знал, что я Господь на земле. И я установлю спасение между моим народом и твоим народом. То есть будет четкое развлечение между еврейским народом, который находится в основном в земле Гошенн, и между египтянами. Более того, и среди тех евреев, которые уже переселились, и уже живут среди местного населения, когда дикие звери будут нападать на египетские города, евреев они не тронут. Будет спасение. Завтра будет этот знак. Скопище диких зверей. Раша объясняет, что имеется в виду. Скопище разных хищных зверей, змеи и скорпионов, которые нападали и уничтожали их. Здесь Раша делает остановку и задает вопрос, а почему именно? Понятно, что оказывается давление на фараона для того, чтобы ему ответить на тот самый его вопрос, кто такой Бог, чтобы я служил с его голосом. Значит, каждый из ударов должен, наверное, продемонстрировать мощь, силу Всевышнего, его власть над миром. Это понятно. Но почему избираются именно вот эти? На первый взгляд, довольно странные. Кровь, лягушки, вши, а вот теперь вот хищное зверё. Говорит Раши. Агада даёт нам обоснование каждой казни. Почему именно такая казнь? И почему иная? Это подобно тому, как ведётся война. Ведь такова тактика ведения военных действий. Когда царства осаждают город, то есть воюющая армия осаждает город, вот эта операция по захвату города и низложению противника, вначале отравляют источники воды. Первые действия, прежде всего, сделать так, чтобы осаждённые понимали, что долго они протянуть не смогут, водой пользоваться не смогут, отравляют источники воды. Потом трубят в трубы, предупреждая осаждённых и возвещают звуки рога, чтобы испугать их. Дальше начинается психологическая война, психологическое воздействие. Нагнать на них страх. И так было действительно, когда лягушки квакали. А вот следующий уже шаг после лягушек, когда идёт сначала вши и уже дальше звери, это уже непосредственное нападение, это уже непосредственное физическое воздействие. Так пишет Раша. И цель этого удара, скопище смешения зверей, чтобы ты знал, что я Бог на земле. Здесь подчёркивается, если в предыдущих ударах было сказано, чтобы ты знал, что я Бог, то здесь сказано, чтобы ты знал, что я Бог на земле. То есть, хотя пребывание моё в небесах, чтобы ты не думал, что Бог, он, создав эту землю, почивает на небесах и о том, что творится здесь, в мире, его это мало интересует, ничего подобного. Моя воля исполняется здесь, в нижнем мире, и ты это прекрасно увидишь, прежде всего тем, что звери будут нападать на людей селективно, на египтян будут нападать, а на евреев могут. И даже если египтяне, подумав, что каким-то образом звери различают их по внешнему виду и по одежде, если они все будут полны маскарад, и они все наденут на себя еврейскую одежду, известные евреи в Египте не поменяли одежду на египетскую, оставались в своих стародревних одеждах, то и тогда ничего не поможет нюхам или еще чем-нибудь, звере будет точно знать, кто перед ними, евреи или египтяне, и ничего не поможет. Угроза эта подействовала на фараона. 21 стих, и он говорит так. Тогда фараон позвал мужей Аруна и сказал, хорошо, идите, принесите жертву вашему Богу, но только в этой стране, не надо уходить. Вы хотите служить Богу, ну я готов пойти вам навстречу в этом вопросе, пожалуйста, разрешаю принести жертву Богу, но только никуда не уходить, на месте, по месту жительства. Но мужей ответил, неправильно будет сделать так. Собственно, почему бы нет, если действительно вся проблема только в том, что есть желание служить Богу, ну так не выйдет. Как же мы принесем в жертву нашему Богу египетскую мерзость? Если мы принесем в жертву мерзость египтян, у них на глазах, разве они не побьют нас глазами? Что мужей хочет сказать? О какой мерзости? Что такое египетская мерзость? О какой мерзости речь идет? Раши тут же на месте говорит, египетскую мерзость имеется в виду то, чему поклонялись в Египте. Как сказано, и мелькома мерзости сынов Омона, то есть словом мерзость, тоева, этим словом мерзость Тора и пророки называют языческие божества, которым поклонялись народы мира. Пока это не очень ясно. Какое-то отношение имеет к тому, что мужей отказывается приносить жертву Богу в Египте. Имеется в виду вот что. Поскольку египтяне поклонялись многим животным, самым различным животным, в том числе и тем, которые евреи скорее всего будут приносить в жертву, а именно овцам, ягнятам, то как же можно вынести, это то, что мужей говорит. Мы ведь будем приносить в жертву египетское божество, только он не может назвать это божество, потому что по отношению к нему это не божество, это мерзость. Поэтому он говорит, как же мы можем привести в жертву мерзость, то бишь божество египтян. И египтяне, что же, увидев это, не побьют нас камнями, то есть для нас это просто опасно для жизни. Мы хотим Богу служить, это верно, но мы не хотим на этом закончить нашу жизнь, чтобы это служение Богу было последним. Просто египтяне все перебьют, будет такое возмущение народного гнева, что нам этого не простят. А еще можно сказать иначе. Мерзость Египта – то, что ненавистно Египту, то есть наше жертвоприношение. Ведь мы режем для жертвоприношения то, чему они поклонялись. То есть тогда слово мерзость относится не как обозначение божества египетского, а слово мерзость означает то ощущение, которое будут ощущать египтяне. Для них будет мерзостно то, что мы будем резать животных в жертву Бога, а потом еще и поедать их мясо. Для египтянина это мерзостно, гадостно. Потому что для египтянина животные, они священны. И если на глазах его животные будут приносить в жертву и потом еще и есть, то для него это просто мерзость. Так или иначе… Почему Аши приводит второй этот комментарий? Да потому что несколько трудно себе предположить. Моше про себя или между собой в разговорах с Аароном или с кем-то угодно он, конечно, может называть египетское божество мерзостью. Да, но когда он стоит на аудиенции у царя, у египетского фараона, который сам поклоняется, который сам исповедует египетскую религию, и ему в глаза, в лицо ему сказать, назвать его божество мерзость египетская, это немножко не соответствует правилам хорошего тона. Поэтому Аши приводит здесь и второй комментарий. Как бы то ни было, Равиош здесь на месте замечает, пишет он так, необычайно трудно объяснить это выражение – мерзость египетская, если вспомнить, что Моше обращается с фараоном, как он так может говорить эти слова стоя рядом с фараоном? Либо, как же мы всё-таки объясним, либо для нас отвратительно то, что египтяне считают Богом, для нас это гадость, для египтянам отвратительно, что мы приносим его, то есть их божество в жертву. Как бы то ни было, это выражение либо так, либо так, либо по первому комментарию Раши, либо по второму комментарию Раши, но важна здесь символичность. Ведь это выражение характеризует еврейский подход к древнему и современному язычеству. То, чему другие народы приносят в жертву себя, евреи жертвуют своему Богу. Это был символ здесь. Египтяне поклоняются овце, египтяне поклоняются ягнёнку, мы его ягнёнка приносим в жертву Богу. Божество – это то, ради чего язычник жертвует, он жертвует своим имуществом, он жертвует своим достоянием, он иногда готов пожертвовать даже и жизнь чужой или даже своей. То, ради чего они жертвуют, мы – это то, не только мы этому жертвуем, мы наоборот, мы его самого приносим в жертву Богу. Боги других народов, могучие силы природы, если мы возьмём древнее язычество, то это вот конкретно та самая овца, более новое язычество, когда люди поклоняются силам природы, которым человек должен подчиниться, так это в равной степени относится к природным силам и внутри самого человека тоже, силы человеческой личности. Таким образом народы поклоняются силам, которые воздействуют на них снаружи и изнутри. Древний язычник, ощущая то, что он, то, что силы определённые, силы природы, будь то извне, будь то изнутри, они воздействуют на него, принуждают его, он преклоняется перед ними, в конечном итоге отсюда развивается и языческая религия. Он не только преклоняется и склоняется и подчиняется, он начинает им и служить, он начинает их превозносить, он начинает им жертвовать. Но еврей в своём служении, он наоборот, он убивает представителей этих сил и тем самым осознаёт свою власть над силами природы, та, которая извне и та, которая внутри его. Приобретая полный контроль над ними и подчиняя их воле всемогущего, еврей освобождает себя также и от власти слепых внешних сил природы. А символ этого – вот то самое животное, то жертвенное животное, которое является египетским божеством, то, чему египтяне поклоняются, мы отдаём, мы приносим жертву Богу. Не принял Моше предложение фараона приносить жертву Богу прямо в Египте, поэтому он продолжает, мы уйдём в пустыню на три дня пути и принесём жертву Господу Богу нашему, как Он прикажет нам. И сказал фараон, я отпущу вас, чтобы вы могли принести жертву своему Богу, только не уходите далеко, помолитесь за меня. И сказал Моше, смотри, когда я выйду от тебя, я умолю Бога, чтобы дикие звери завтра оставили фараона и его слуг, и его народ. Готов. Готов. Только что? Когда я выйду от тебя? Почему, когда я выйду от тебя? Сразу здесь он не готов молиться прямо, но выйдя, готов. Только пусть фараон больше не издевается, не пуская народ пойти принести жертву Богу. И вышел Моше от фараона и молился Богу. И сделал Бог по слову Моше и удалил диких зверей от фараона, от его слуг и от его народа не осталось ни одного. Но фараон отягчил свое сердце и на этот раз, и не отпустил Евреев. Раши замечает, что есть различие между предыдущим ударом и этим. Что касается лягушек, то там они все сдохли на месте, вплоть до того, что вся земля восмердела. А здесь животные не сдохли на месте. Вместо этого написано, сделал Бог по слову Моше и удалил диких зверей от фараона, от его слуг и от его народа. Они все почему-то ушли, а не сдохли на месте. Почему такая разница? Пишет Раши. Не умертвил их, как лягушек. Если бы они пали, то египтянам была бы прибыль от их шкур. То есть, не хотел здесь Всевышний, чтобы египтяне получили хоть какое-нибудь возмещение за ту неприятность, которую им принесли эти звери. Хотя бы шкуры – ничего, ни шкур, ни мяса – ничего. Звери как пришли, так и ушли. Мы все время говорим – звери, 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 звери. А на самом деле, во всей литературе эта казнь называется «Оров», что означает «скопище», «смесь», «смешение». Почему? Казалось бы, это название не выражает сути. Ведь до сих пор название всех макот до сих пор, каждый из них выражает точно суть. «Дам – кровь». Это то, что было. Река превратилась в кровь. «Сварде» – лягушки. Тоже лягушки. Было нашествие лягушек на Египет. «Кеним» – вождь. Это тоже. А здесь нужно было бы сказать «хайот» – зверьё. Вместо этого называется «Оров» – скопище. Потому что было скопище разных животных, неопределённого какого-то вида. Почему так? Казалось бы, не в скопище-то суть чуда, а в том, что было зверьё. Что было? Это один вопрос. Дополнительно ещё один вопрос. Когда Муше предупреждает фараона, он говорит так. «Если ты не отпустишь мой народ, то я нашлю на тебя, и на твоих рабов, и на твой народ, и в твои дома скопище диких зверей, и дома египтян наполнятся дикими зверями, и даже земля, на которой они стоят». А для чего это подчёркивается? А для чего это подчёркивается? Египет наполнится диким зверём, наполнятся и дома, т.е. звери будут врываться в дома людей, потеряют всякую вообще осторожность, нагло будут врываться в дома людей и нападать на людей. И даже земля, не только что Египет наполнен, но и земля, на которой они стоят. Зачем подчёркивается эта земля? Ну и в конце, в конце совершенно уже тяжёлые строки. «И по всей и ужасное скопище диких зверей вошло в дома фараона, и в дома его слуг, и по всей земле Египта, и погибала страна из-за диких зверей». Прямо так вот погибала страна. Просто нападение диких зверей, очень сильно погибала страна. Нашёл один очень интересный ответ в книге «Бер Йосеф», комментарий на книгу «Шмот», и он пишет так, даёт два ответа на наши вопросы. Первый ответ – так почему называется этот удар «смешение» или «скопище» оров вместо того, чтобы называться звери зверьём. Потому что звери и пресмыкающиеся разных видов, змеи тоже участвовали во всей этой истории, со всего мира, как это объяснено в Медраше, пришли здесь не просто местные этого региона Северной Африки. Нет, они пришли со всего мира. То есть, включая белых полярных медведей – тоже, и включая пингвинов и ещё кого-нибудь – тоже. Ведь известно ли, что существуют виды животных, которые могут жить лишь в очень холодном климате? То есть, белый медведь. И наоборот, есть животные и виды змей, которые живут только в жарких странах. Тем не менее, во время этой казни все они были вместе. И тем самым было совершенно ясно продемонстрировано, что это не естественное событие, а чудо. Бывают нашествия различных животных. Время от времени это происходит. Когда рождаемость, баланс экологический в природе нарушается, рождаемость очень сильно растёт. И тогда происходят нашествия. И действительно, тогда животные теряют вообще всякий страх перед человеком и могут заполнить города и деревни. Всё это бывает. Но тогда это местные из этого региона. А здесь что делает какая-нибудь кобра, которая водится только в Африке рядом с белым медведем. Каким образом? Что за шедух? Кто их свёл вместе? Здесь это понятно именно. То есть, то, что продемонстрировало здесь, что это не природное явление, а то, что это удар свыше, это было именно смешение, наличие самых-самых разных видов животных вместе в одной компании, в одной шайке, в одной стае. Это его первый ответ. Второй ответ ещё интереснее. Более того. Когда Всевышний пришёл, привёл в Египет вот этих животных и пресмыкающихся разных видов, с каждым из видов он привёл особый климат и состояние почвы, подходящее для них. То есть, вопрос, белый медведь, который оказался на берегах Нивы. Трудно, понятно, что сам по себе белый медведь не придёт туда. Ему нечего там делать в Египте, там абсолютно условия. Ну, хорошо. Всевышний его привёл. А как он действительно существовал там, белый медведь? Ему уже нужно. Ему уже кусок льда нужен. Ему нужны его условия. Та жара и духота, которая есть в Египте, ему абсолютно совершенно верно. С ним вместе шла, то есть шоу белый медведь или целая стая свора ста белых медведев шла вместе с микроклиматом, который совершенно невероятным, чудесным образом двигался вместе с ними. И получилось в Египте не просто смешение животных различных, абсолютно из разных мест, получилось смешение климатов. Поэтому, когда в Торе, говорится, и погибала страна из-за смешения диких зверей и то, что было раньше, ещё предупреждение, что будет поражена земля, на которой они стоят, так это имеется в виду, что погодные изменения, происходящие каждую минуту, переход от холода к жаре и наоборот, это было гибельным для земли. То есть, если сейчас прошёл белый медведь, то вместе с ним пришла арктическая погода. Через пять минут здесь появился лев из африканской саванны, так пошёл климат саванны, а после этого пришло ещё какое-нибудь животное из средних широт, и пошли вместе с ним, а потом ещё пошёл дождь, а потом ещё ливень, а потом ещё… Понятно, что для земли, для страны это было невероятно губительно. Как известно, неожиданные изменения и частая смена погоды приносят губительные болезни и уничтожают страну. Поэтому, Тора и подчёркивает, погибала страна, и погибала страна из-за диких зверей. Вот это по поводу оров. Можем двигаться дальше. Мы уже в 9 главе. «И сказал Господь Може, пойди к фараону и скажи ему, так сказал Господь Бог евреев, отпусти мой народ, чтобы они служили мне, ведь если ты отказываешься их отпустить и продолжаешь удерживать их, то вот рука Господне будет на твоём скоте, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на мелком скоте, очень тяжёлый мор. И отличит Господь скот Израиля от скота Египта и от всего скота, что у сынов Израиля ничто не падёт, не падёт ни один». Интересно. Как и в предыдущем ударе подчёркивается развлечение, чего не было в первых трёх, то есть и кровь, и лягушки, и вши, по поводу них не было сказано, они покрывали всю поверхность Египта, всю территорию Египта, там не было сказано, что Бог сделает специальное развлечение. Здесь вот по поводу оров, по поводу зверья и второе, по поводу мора чётко сказано и отличит Господь скот Израиля от скота Египта и из всего скота, что у сынов Израиля не падёт ни один, подчёркивается ни один. Для чего это подчёркивается? Ведь на самом же деле, когда у евреев есть, а у евреев было довольно много скота, если их было миллионы людей, то понятно, что у них было близко к этому, наверное, миллионы голов скота. На миллионы голов скота, скорее всего, есть какой-то там козёл или какая-нибудь корова или какой-нибудь баран, который просто по времени ему пришло помирать, и он должен в это время умереть. Но это плохо, потому что египтяне тогда скажут, ага, вот значит, мы видим. Вот, пожалуйста, у еврея тоже окалел какой-то баран. Стало быть, не только по нас бьют эти удары. Поэтому и подчёркивается, что у сынов Израиля не падёт ни один. Даже тот, которому пришло время, просто по биологическим причинам пришло ему время заканчивать свой жизненный путь, он тоже не помрёт. И на следующий день Господь это сделал. Так и случилось. И пал весь скот Египта, а из скота сынов ничто не погибло, не погиб ни один, как было и обещано. И послал фараон проверить, и вот и скота Египта, и скота Израиля не умер ни один. Достаточно впечатлительно. Но снова повторяется тот же самый сценарий. Отягчило сердце фараона, и не отпустил он народ. И Господь сказал Муше Иерону. Возьмите полные пригоршни сажи из печи. И Муше подбросит их к небу на глазах фараона. И станет она пылью по всей стране, и будет она на людях, на скоте, воспаляющейся сыпью. И будет так по всей стране египетской. И они взяли сажу из печи, и пристали перед фараоном, и подбросил ее Муше к небу, и сделалась воспаляющая сыпь с волдырями на людях и на скоте. И не смогли волхвы уставая перед Муше из-за сыпи, потому что сыпь была на волхвах и на всех египтянах. Но Бог ожесточил сердце фараона, и тот не послушал, как говорили Муше. – сыпь. Новое тяжелое кожное заболевание, которое поразило. И снова мы видим, оно приходит без предупреждения. Просто Муше и Арон являются к фараону, и тут же на глазах его происходит этот удар. Полные пригоршни, было сказано, подбросить. Раши спрашивает, а ведь бросить изо всех сил можно только одной рукой? Нет проблем. Как же так? Полные пригоршни – это значит две пригоршни, а со всей силой не бросишь. Он сказал, что надо было бросать со всей силы. Откуда это Раши взял? В чем вообще проблема? Непонятно, с чего Раши делает проблему. Ответ он вот какой. Раши понимает, что поскольку написано, что нужно бросить до небес, для того, чтобы добросить до небес, нужно бросать со всей силой. А со всей силой двумя руками не бросишь. Но с другой стороны, нужно же взять полные пригоршни, значит две. Говорит Раши, таким образом, здесь было много чудес. Во-первых, в одной руке Муше уместилось количество сажей, наполнявшие полные пригоршни его самого и Арона. То есть, две пригоршни Мушеи, две пригоршни Арона, всё это уместилось в одной его руке, и тогда он это подбросил со всей силы. Это первое. Второе, что пепел от этого броска, он уже развеялся по всему Египту, и тогда всех поразила вот эта ужасающая сыпь. И тогда была сыпь и на людях, и на скоте. Здесь у Раши есть ещё один вопрос. А откуда же скот? Ведь уже была предыдущая казнь, не предыдущая, а до этого девер, то есть мор скота, по идее. Разве прежде не сказано, пал весь скот Египта, то я отвечу тебе так. В Торе сказано, что к уничтожению был приговорён только тот скот, который был в поле. «Рука Господня будет на твоём скоте, который в поле, а те же, кто боялся Бога, загнали скот в дома». Стало быть, вот те, у которых скот ещё остался, у них именно их скот и был поражён. Сказана здесь ещё одна деталь, о которой мы закончим, что жрецы-волхвы египетские не могли устоять перед Муше, то есть, пишет Рамбан, они опустили головы от стыда и позора, поскольку не смогли уберечь даже самих себя. Не то, что они не смогли повторить фокусы, которые делали Муше Иароны, даже себя они не смогли уберечь, и поэтому они просто прятались и больше уже во дворец фараона не являлись и не показывались Муше на улице, а сидели в заперти у себя дома. И это очень сильно ударило по фараону, потому что если до сих пор они представляли собой какую-то ему опору, до сих пор он чувствовал, что есть у него какая-то опора, то теперь уже он остался только один, один со своими грехами, которые в конечном итоге его и погубили. Субтитры создавал DimaTorzok